МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саммит Евразийского экономического совета. Цена на газ и другие споры хозяйствующих субъектов. Лукашенко извинялся. Вам лучше не слышать этого. Россия и вызовы мировой политики. В чем разница между плохим миром и хорошим миром? Россия ничего не останется, как уравновешивать эту ситуацию. Эксклюзивное интервью Дмитрия Пескова. Гардероб Мариинки. Столько президентов и премьеров здесь еще не раздевали. В зале сотни зрителей. К ним сейчас присоединяются лидеры стран СНГ. Щелкунчик. Просто щелкунчик. И крепкие орешек. Путин и медведи. Здесь медведи, там медведи. Никто не пострадал. В праздничный день гости в студии, герои России. Служение отчизне, это как состояние души. Четверг в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. После него неформальный саммит глав СНГ. Лидеры подвели первые итоги года, сверили планы на будущее, обсудили острый вопрос. Вот Александр Лукашенко громко переживал по поводу цены на газ. Погорячился. Павел Зарубин наблюдал за официальным и неофициальным общением лидеров. Погорячился и извинился. Что очень важно. О том, что извинился, рассказал в интервью нашей программе. Но вообще, этим спором вряд ли стоит сильно удивляться, поскольку объем сотрудничества между Россией и Белоруссией настолько значительный, что спорные ситуации, ну просто неизбежны. И уж точно они не являются главным в отношениях, но по понятным причинам привлекают внимание журналистов. Пусть это будет ваш эксклюзив. Многоопытный политик Лукашенко знает, на что журналисты обращают внимание в первую очередь. И к тому саммиту он явно очень хорошо подготовился. Вот во время речи Путина белорусский президент внимательно изучает текст своего предстоящего выступления. Вот и во время слов Пашиняна еще раз его просматривает. Зачем такая тщательность, вскоре стало ясно. Понимая, что идет прямая трансляция, Лукашенко поднимает вопрос о ценах на российский газ. Путин в ответ напоминает, что общим рынок газа в Евразийском Союзе станет через 6 лет. Но уже сейчас цены для членов Союза несравнимо ниже. В следующем году будет 127, а в ФРГ 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по Евразес. Хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но это предмет разговоров, переговоров. Мы к этому обратно сюда готовы. Вы правы, Владимир Владимирович, но наш главный партнер, к сожалению, или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация. И наши основные не только партнеры, а и конкуренты, и прочее, это россияне. Мы определились до 2025 года выйти на этот уровень. Но ключевое слово в данный момент, чтобы мы шли к этому, а не остановились. Вот в чем. Лукашенко сравнивает цены на газ в России с теми, по которым его получает Белоруссия. И в качестве одного из аргументов вдруг приводит еще и общую борьбу в Великой Отечественной войне. Путин снова пояснил, откуда разница в ценах. Я упомянул ФРГ не просто так. И в Белоруссии и не должно быть 250 за 1000 кубов. Но если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница. Владимир Владимирович, это неправильно у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют доллару, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Поэтому у них и цена такая. Вот почему. Но если бы была рыночная для Белоруссии, не было бы 129 и 127, она была бы под 200. Вот в чем все дело. Давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме. Хорошо. Дискуссии действительно продолжились, но в нашей программе удалось узнать, что происходило за закрытыми дверями. Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Но вам лучше не слышать этого. Поэтому все вопросы мы обсудили. Более того... А договорились? Да. Путин во время саммита неоднократно разговаривает с министром энергетики. Александр Новак в интервью напоминает. Уже сегодня Белоруссия получает российский газ по лучшей стоимости. Более льготные цены, наверное, самые льготные, по которым поставляется сегодня газ. Найдем консенсус по этому вопросу. Путин и Лукашенко договорились еще раз встретиться через неделю. Да и в тот день в Санкт-Петербурге они разговаривали многократно и до саммита Евразийского Союза, и во время, и после куларной кадры. Лидеры в неформальной обстановке. Российский президент что-то говорит белорусскому в двух шагах от президента в помощник Путина по внешней политике Ушаков. Что-то очень активно обсуждают Насарбаев и Пашинян. Ранее лидеры договаривались, что 6 декабря примут окончательное решение. Кто же станет генсеком ОДКБ? Но этот вопрос снова отложен. Вскоре на саммит прибывает еще и президент Молдавии, страны-наблюдателя при Евразийском Союзе. Все лидеры ждут несколько секунд в куларах, пока Путин и Дадон пожмут друг другу руки. Предновогодний саммит Евразийского Союза превратился в многочасовой диалог по самым важным вопросам. В то время как мировая политика и экономика все больше строятся по принципу «каждый сам за себя», в Евразийском экономическом Союзе хотят развивать более тесные отношения и видят в этом неоспоримые конкурентные преимущества. Так к своему участию в Евразийском Союзе относится и Армения. По понятным причинам всем было очень важно услышать, что скажет о Союзе Никол Пашинян. Является одним из приоритетных направлений деятельности нашего правительства. Такой же приоритет в деятельности молдавского президента не нравится его оппозиции. Возможно, именно последние новости президент Дадон читал в смартфоне, который помощник вытащил из своего кармана, под столом передал президенту, тот внимательно все прочел, а затем убрал телефон в свой карман. На самом саммите Дадону уж точно ждали хорошие новости и хорошие отношения. В тот момент, когда саммит Евразийского Союза был завершен, в этом же здании начинался и неформальный саммит СНГ. Сотрудники службы протокола демонстрировали чудеса высокоскоростной работы. Хрупкая девушка стремительно собирала со стола все то, что теперь стало ненужным. Со стола, со стульев ничего не могло скрыться от наметанного профессионального взгляда. Ведь через пару минут сюда должны были прийти еще больше президентов. Путин встречает лидеров содружества, подробно разговаривает с каждым коллегой и идет встречать следующего. Неизбежно возникают небольшие паузы. Во время одной из них президент, судя по всему, оттачивает футбольный удар. По ступеням поднимается президент Туркменистана, идет по коридорам и, увидев Путина, широко раскрывает объятия. Сориентироваться в незнакомых помещениях гостям помогает шеф протокола российского президента Владислав Китаев. Деликатно подсказывая лидерам, что по плану должно произойти в следующую секунду. Все вместе президенты выходят на общее фотографирование. Президент Назарбаев пошел было не в ту сторону, но развернулся. Впереди у лидеров был долгий совместный вечер. Кортеж, в котором сразу 10 лидеров едет по улицам Санкт-Петербурга. В один из самых знаменитых театров мира. Последний звонок к тому моменту уже прозвенел. Историческое издание Мариинского театра. Этим вечером здесь дают спектакль «Балет Щелкунчик». В зале сотни зрителей. К ним сейчас присоединяются лидеры стран СНГ, приехавшие сюда на неформальный саммит. Президенты не просто в хорошем, а даже в превосходном настроении. Зрители встречают неожиданных соседей аплодисментами. Президентам выделен 13-й ряд. Все, как всегда, бывает перед спектаклями. Глава Узбекистана вдруг встает со своего места. И, судя по жестам, явно пытается понять, а нельзя ли пересесть. Но лидеры продолжают пребывать. Лукашенко сталкивается с гостями Петербурга из Белоруссии. И в такой неформальной обстановке говорит слова, которые, возможно, важнее всех спорных ситуаций того дня. Мы тоже в гостях, но как дома? Дома. Постановку «Щелкунчик» в Маринке критики считают одной из самых интересных за всю историю этого балета. Так просто в восторге. Сейчас еще второй раз пришли уже? Да. Мы все в восторге. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы посмотрели на нас. Спасибо. Здорово. И с наступающим вас. Спасибо. 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 И ждем гастролиных балдун. После спектакля Путин со своими гостями решили поблагодарить артистов за потрясающую работу. Леточка, спасибо. Ой, спасибо. Спасибо. И, судя по всему, неформальные встречи лидеров СНГ в российских театрах станут традицией. В следующий раз мы попросим Бориса Рейхмана. Это такой новый балет. Ну, как бы, ну, уж совсем новый, но новые формы, как бы, немножко отличающиеся от классики. Ну, очень красиво, своеобразно и очень талантно. Артисты Маринки тут же подхватывают разговор о коллегах и говорят о них с восхищением. Репетируют все равно с утра до вечера. Мы очень похожи на нас. У нас на каждой есть спектакль. И тоже работают с утра до вечера. Ну, а зрители спектаклей, всех, о которых шла речь, вроде бы довольны. Хорошая фраза была. У нас, мы тоже работаем с утра до вечера. Это действительно то, что не все понимают, когда речь идет о работах президента. Ну, вот что интересно, что и то, что есть споры, и вместе с этим, и человеческое общение после обсуждения программы, судяется о том, что Евразес – это живая организация, живая структура. Потому что нет споров только там, где не о чем говорить, где уже все умерло. Так что, может быть, еще и увидим замечательные экономические результаты от этого важнейшего действия. Конечно, да есть конкретные даты, когда все должно быть окончательно решено. К 25-му году. Уходящий год в России был годом волонтера. Подводя его итоги, Владимир Путин наградил победителей премии «Доброволец России». И сам в каком-то смысле стал членом волонтерского движения. Президент пообещал исполнить желание нескольких больных детей. Вероника Макарова очень хотела увидеть мир кино изнутри и побывать на съемочной площадке. Иногда мечты сбываются очень быстро. Вы знаете, Павел, я буду у вас в сюжете. Я давно не помню, чтобы мне вот с таким трудом приходилось сдерживать слезы. И у нас все ребята, которые работали, были настолько растроганы. И девочка замечательная, и семья потрясающая. А главное, вот это движение, которое появилось. Ведь здесь что важно, что действительно же у нас народ очень сердобольный. И вот это желание сделать добро людям, которые живут рядом с нами, это же так просто, это же так легко. Не требуются большие деньги, требуется всего лишь внимания. И приятно, что президент стал участником этого движения. Но ведь отнюдь не только президент. Это же по всей стране. Можно посмотреть на тех, кто рядом, кому нужна помощь, и превратить их жизнь в праздник. Да, я предлагаю улыбаться, потому что у Вероники Макаровой точно все будет хорошо. Накануне у нее было столько впечатлений, что, ну точно, этого заряда хватит надолго. Вероника борется с очень серьезным заболеванием. Но вот сил, которые, я думаю, она накануне получила, теперь хватит еще на большую борьбу с этой болезнью. И накануне у Вероники исполнились ее главные мечты. А значит, можно ставить новые цели и идти к ним. Хорошо, хорошо. По-другому и быть не могло. В Москву она впервые за долгое время приехала не лечиться, а исполнять мечту. Вероника, да? Да. Очень приятно. Да, да, да. Киностудия «Мосфильм» в полном распоряжении Вероники. Хочешь посидеть, Вероника? Не стесняйся. Ну что? Привет. Чувствуешь тебя инфератрицей? Все здесь можно не только смотреть, но и трогать. Как у современных автомобилей, конечно, колеса уже совсем другие. Карен Шахназаров показывает съемочные павильоны и целые улицы, на которых создаются лучшие российские фильмы. Обычно это делают резина, а это настоящее. Но совсем уж замирает сердце у восьмилетней Вероники в гримёрке. Девочка мечтает стать актрисой. Ей, конечно, не нужны стилисты, но ведь так хочется, чтобы всё по-взрослому, по-настоящему. Лишь одно слово в ответе на вопрос. Нравится тебе здесь? Безумно. Встаем. Спасибо. Но это было только начало приключений. В соседнем павильоне шли съемки новогоднего «Голубого огонька». Матамаля, Россия. Мария Ситтель, Дарья Золотопольская, звёзды российской эстрады. Вероника просто застывает, оказавшись здесь. И потому слегка вздрагивает, когда начинается стрельба из хлопушек. Снова в Голубого огоньки! Настоящее ощущение мечты не только для детей. Мы сами в восторге. Ника зовут тебя, а меня знаешь, как зовут? Я с ним. Организовать эту экскурсию девочке пообещал президент. О мечте Вероники стать актрисой и увидеть, как снимается кино, он узнал в среду. От волонтёров. Ника, что это самая интересная профессия. Как вопрос, руководителя Масфильма? Большая экскурсия по Масфильму в тот день сменилась настоящим волшебством в театре Олега Табакова. Смотри, какие здесь музыкальные инструменты. Отдевительно. Вместе с Владимиром Машковым Вероника стала героиней ослепительно яркой сказки. Вот же он! Всё, я пошёл. На сцене лучшая актриса, актёры. А Владимир Машков предлагает Веронике почувствовать себя одной из них. И после окончания представления всем вместе поклониться зрителям. Лопайте нам! Лопайте! Целый день впечатлений и искренней радости. Поехали! А еще не очень! Здесь, в театре, волонтёры вдруг подбежали к Веронике с мобильным телефоном. Я соединяю тебя, что я не могу. Через секунду начался диалог, который накануне увидела вся страна. А у нас сегодня есть возможность увидеть его глазами самой Вероники. Алло! Здравствуйте! Да, Вероника, привет! Как тебя нравится в Москве? Ну, очень нравится, спасибо. Пожалуйста, где ты сейчас находишься? В театре. В театре. Олега Табакова. Олега Табакова. В Табакова. Ну, вот. Смотри, я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет тебе сестрите своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Спасибо. Слушай, поздравляю. Как ты себя чувствуешь, всё в порядке у тебя сейчас? Да. Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю, крепко целую и желаю тебе здоровья. Спасибо. Спасибо. До свидания. С Новым Годом. С Новым Годом. С Новым Годом. С Новым Годом. Как тут не волноваться. Суббота выдалась у девочки бесконечной экскурсией. Провёл ещё и Никита Михалков. Вероника увидела не только, как снимается кино, но и как организовано телевидение на Мосфильме. Она стала гостей и нашей программы. Ей надели микрофон. У тебя будет, как у меня, такая штучка, и будет маленькая коробочка. А вход в студию снимали из телевизионного крана. Здесь ещё никто не был. И никто этого не видел. Владимир Соловьёв провёл одно из самых необычных интервью в своей телевизионной практике. Ты стесняешься? Ну, по-моему, стесняюсь, но по-моему, нет. А ты знаешь, что отличает настоящую актрису? Что она не нужна стесняться. Я не имею ни малейшего представления. Я никогда не был актрисой и никогда не хотел стать актрисой. Я поэтому даже не знаю, что должна ощущать настоящая актриса. Ты прости, мы не знали, понравится тебе или нет. Ну, на всякий случай. О, первая моя Барби. Серьёзно? Да. А ты Деду Морозу о чём-нибудь попросила? Скажешь. Секрет. О, а как же он тогда узнает, если ты секрет? Я же сказала ему. Надо написать и передать письмо лучшему в мире почтальону. Написал. Ты знаешь, кто лучший в мире почтальон? Мама. Мама. Вот у мамы всегда прямая связь с Дедом Морозом. Мама, если бы это был такой себе псих, это бы мама. Ставить 90 лайков. Сестра не обижается? Бывает. Весёлый ребёнок. Позитив от неё, который заражает нас всю семью. Она у нас такой самый энергетически позитивный человек, который вот всегда на позитиве. Меня всегда удивляет силу детей. Да. Поэтому, может быть, детская онкология, она как-то легче лечится, благодаря тому, что они не думают об этом. И у них такой вот позитивный настрой больше, чем взрослые же сразу как-то грузятся. А они совершенно живут, как и жили прежней жизнью. Врачи хорошие? Ой, очень хороший. Врач наш, онколог, который нас лечил, Надежда Евгеньевна, я хотела бы её вас всей души поблагодарить. Она для нас сделала столько много, она нас и оперировала. Ты с ней подружилась? Какая ты у нас умница. С Новым годом, ребят. Спасибо, и вас также. В рамках проекта «Мечтай со мной» исполнить желание больного ребёнка может каждый. Путину в тот день предложили выбрать один из конвертов, в каждом из которых письма от детей. Раз, два, три, четыре, пять. Я нас, честно, немножко езжу. Маленький Артём рассказал в своём видеописьме, что хотел бы увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Мы Артёма пригласим, и если погода позволит, мы с ним полетаем на вертолёте. Ровно год назад, в декабре, Путин объявил 2018-й годом добровольца. Пришло время подводить итоги. Сразу на 7 миллионов выросло число волонтёров России. Один из главных итогов года добровольца. Но, что ещё важнее, значительный перелом в общественном сознании – помогать тем, кто в этом нуждается. Сейчас готовы подавляющее большинство россиян. Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, надёжности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, оно делает более сбалансированным и устойчивым к внутренним и к внешним шокам. Большое вам за всё спасибо! Нужен был этот год? Однозначно. Я думаю, и следующий нужен. Куча добрых дел. Много их всё-таки, действительно. Посмотрите, сколько их. И каждый готов помочь. Во время выступления Путина тысячи рук устремлены вверх с мобильными телефонами. Это же будет везде вообще. Вот это видео будет везде. Ну, это чисто память вот моя. Я вот сейчас стою в этом месте, и, если честно, у меня немного трясутся ноги. Мне будет приятно, я же это снимала. Я потом буду пересматривать. Мальчик, стоявший на сцене, хотел сделать с Путиным отдельное селфи. Но что-то со смартфоном было не так. И селфи получилось, но только с ещё десятками человек вокруг. Все, все, вы смотрите, настроили свои мобильные телефоны. Правильно, такой случай выпускать нельзя, безусловно. Благодаря волонтёрским порывам стали возможны и многие проекты и достижения русского географического общества. Одними из победителей конкурса РГО стали авторы фильма о медведях на Камчатке, прожившие с ними бок о бок 7 месяцев подряд. Страшно было? Президент, приехавший на церемонию награждения, вспомнил, как сам был в тех местах. После этих слов Путин тогда сел в лодку и подплыл к медведю практически вплотную. Экспедиция восьмилетней давности, а воспоминания свежи и сейчас. Здесь медведи, там медведи, здесь. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться, понимаете? А вот ребята жили там 7 месяцев рядом с ними совсем. Такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идём. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно. Вот это и есть один из элементов национальной идентичности. Истории, как на Камчатке, в России можно снимать тысячами. Страна, которую мы сами до сих пор не очень хорошо знаем. Мечтаю прям снять такой репортаж. Надеюсь, когда-нибудь полечу на Камчатку к медведям. Далее в программе. Абонент недоступен для Киева. Владимир Путин о политическом банкротстве Порошенко. Не хочу принимать участие в его избирательной кампании. Что испугало журналистов из Венесуэлы? Вы его не получили, встал в Венесуэлле. Россия и вызовы мировой политики. В чем разница между плохим миром и хорошим миром? Россия ничего не останется, как уравновешивать эту ситуацию. Эксклюзивное интервью Дмитрия Пескова. В праздничный день гости в студии Героя России. Лучше еще не было. В мире, наверное, оружие такое, какое есть у нас на вооружении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юду. Дела делаются, пока ты делаешь, что любишь. Этому городу нужен герой. Вы долго нас ждали, но время пришло. Мы уже здесь. Смотри! Получи веселого Прилипалу за каждые 500 рублей в чеке. Настоящие супергерои уже в твоем городе. Ищи веселых Прилипал в магазинах Дикси. Чтобы отмечать Новый Год снова и снова, такси портируйтесь раз за разом. Ситимобил. Такси портируйтесь от 89 рублей. Даша в этом году вела себя хорошо, и ее ждет подарок. А вот барсик. Гудс не важно, как вы себя вели, даже если вы вели себя неважно. На goods.ru тысячи идей новогодних подарков для всех. goods.ru Гудс не хватило детей. Гудс не просто. Это, конечно, огромный. Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают Синуфорте Он способствует разжижению слизи, собравшейся в пазухах А затем помогает вывести ее из носа, облегчая дыхание Синуфорте Не дайте синусету прицепиться А Вася выйдет? А Вася нет Они переехали Купите квартиру быстро На Авито Где покупают каждую вторую квартиру в России О, раунд, мальчики, давайте пошумим Поехали, ребята Так, стоп, стоп Съешь, Сникерс Ты сам не свой, когда голодный Лучше? Лучше Ты не ты, когда голоден Сникерс Одно дело просто выдавать кредиты И совсем другое с Совкомбанк 0% рассрочки по халве 0% по кредиту наличными Платите халвой постоянно Банк обнуляет все проценты по денежному кредиту Совкомбанк Люди важнее Успех приходит к тому, кто верен себе до конца Каждый час Каждый день Будь мужчиной Нашего времени Босс Боттл объявляет акцию Время добрых подарков В Литуаль Если у тебя кредитка с коротким льготным периодом Ты знаешь, что такое горячие сроки оплаты Погаси кредитку другого банка Переводом без комиссии с карты 100 дней без процентов От Альфа-банка Почувствуй 100 дней свободы Альфа-банк Прямо к цели Госсекретарь Майк Помпео попробовал поставить России ультиматум Он дал нам 60 дней, чтобы вернуться к выполнению договора о ракетах средней и меньшей дальности Иначе, пригрозил Помпео, американцы из этого договора выйдут Очередной политический трюк Видимо, он срабатывает с некоторыми политиками Но с Путиным нет Совершенно очевидно И всем уже известно Заявление господина Помпео Немецкое запоздало Сначала все-таки американская сторона Заявила о том, что она намерена выйти Из договора о ракетах средней и меньшей дальности А потом начали искать Обоснования, почему они Должны это сделать Самое главное обоснование Это то, что мы что-то нарушаем При этом, как обычно Никаких доказательств нарушений с нашей страны не представляется Но напомню, что в 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке Так же, как и в данном случае В одностороннем порядке Вышли из договора по противоракетной обороне А договор по противоракетной обороне Это один из кроугольных камней Международной безопасности в целом Тем не менее, они не постеснялись Спокойненько оттуда вышли Кстати говоря, без всяких ссылок на что бы то ни было Просто вышли и дело с концом Теперь то же самое происходит на самом деле Но думают, на кого бы свалить Этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг Аргументы, которые приводятся нам Они, в принципе, понятны Только Россия и только Соединенные Штаты Не производят оружие подобного рода Это правда, действительно Многие другие страны Их там уже с десяток, наверное, такое оружие производят А Россия и США сами себя в одностороннем порядке В двухстороннем порядке ограничили Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие Какой ответ с нашей стороны? Да простой Мы тогда тоже будем это делать Напомню, что уже в этом году, по-моему, Конгресс США До объявления о выходе США из этого договора Выделил деньги на неокры по созданию этих ракет То есть решение принято давно Только по-тихому Они думали, что мы не заметим это Но это же в бюджете Пентагона стоит Уже разработка этих ракет Но только после этого публично объявили о том, что они уходят Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить Ну, самое простое и привычное для уха западного обывателя Виновата Россия Это не так Мы против разрушения этого договора Но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать К аргументу «виновата Россия» нам не привыкать Но американцы, похоже, до сих пор не просчитали следующего хода Разрушая договор о ракетах, они развязывают руки не только себе, но и нам Ну что же, у них есть чуть меньше 60 дней, чтобы об этом подумать Сегодня Россия отмечает День Героев Отечества Памятная дата, посвященная всем кавалерам орденов Российской империи СССР и Российской Федерации Удостойными наград на фронтах или на боевом посту Накануне президент дал в их честь торжественный прием в Кремле Я сейчас только был в другом зале Московского Кремля И поздравлял там героев России, Советского Союза с приближающимся праздником Так и называется День Героя России Посмотрел огромный зал И сидит там много людей Каждый из них, я хочу подчеркнуть, каждый заслуживает того, чтобы о нем знала вся страна А мы там знаем только единиц А на их примере, на примере их жизни, безусловно, нужно воспитывать молодых людей, молодые поколения Я воспринял эти слова президента как критику в свой адрес и в адрес всего журналистского сообщества Мы действительно показываем стране мало героев Спешу исправить ошибку Сегодня у меня в гостях даже не один, а три настоящих героя Павел Астанин, Владимир Сильверстов и Денис Плетенкин Ну даже не знаю, как вам обращаться Здравия желаю Хочу вас, конечно, поздравить с праздником Я понимаю, что для многих из нас герой – это Великая Отечественная война И во многом мы не можем рассказывать о том, за что вы получили ваши награды и геройские звезды Потому что есть понятие секретности, есть понятие гостайны Да и сами вы, как я понимаю, не очень любите об этом рассказывать И тем не менее, вот страшно было? Всегда бывает страшно Страх – это как контроль своего состояния Если человеку страшно, значит, он понимает, что вокруг происходит И это адекватная реакция организма на происходящее А было бы понимание, что вот сейчас я совершил поступок и, скорее всего, получу героя? Нет, знаете, такой гонки за знаком особого отличия не было Вот это, наверное, как результат у офицера, командира За ратный труд своих бойцов, офицеров, которых ты учил, воспитывал И которые в ходе выполнения боевой задачи оправдали твои надежды И выполнили боевую задачу А что произошло тогда? Вот за что именно? Не уточняя место, где и как это произошло Почему именно за это должны были дать герои? Подразделение, которое выполняло задачу, сделал это с качеством И самое важное – без потерь Это был основной критерий, которым я горжусь Бой был тяжелый? Все было нормально Эта категория интересная – все было нормально Без потерь Но риск был? У военных есть риск всегда А семья? Семья не знала, где мы вообще Но чувствовала? Жена родной человек, надо всегда чувствовать Так кто же больше герой? Тот, кто воюет, или тот, кто ждет? Половина наград – это супруги однозначно Это ее терпение И все работает в спарке, в тандеме Война по ночам снится? Бывает иногда А тянет? Знаете, это наша работа Это, знаете, как спортсмену, который постоянно готовится куда-то И не быть участником соревнований, тем более олимпиады или еще что-то Это очень Нужно применяться Хороший меч в ножнах ржавеет Это мудро Как я понимаю, у вас меч в ножнах не ржавеет уже поколениями и поколениями У вас как это было, товарищ подполковник? Планировал поступить в Орловскую школу милиции Но немножко не сложилось Поэтому совместно с родителями было принято решение Попробовать себя в Рязанском десантном училище Я думаю, успешно я себя попробовал И реализовал как офицер, как военный Я что-то не понял Это был выбор между школой милиции и легендарным училищем? Да, пообщались в свое время Пока он еще был жив Неохотно, конечно, рассказывал все истории Но после моего личного принятия участия в каких-то операциях Уже по-другому осознаешь его слова, его жизнь Что он чувствовал, что он испытывал И воспринимаешь это на себя более глубоко У вас четыре креста Это же не просто получить Это же значит, раз за разом надо было проявлять мужество и героизм Старались Какой бой запомнился больше всего? Я думаю, это крайнее событие При выполнении специального задания правительства Мы его выполнили и выполнили без потерь Как я понимаю, эта формулировка будет звучать каждый раз Когда я буду спрашивать о том, где и за что Гриф секретности лежит на задании Поэтому раскрывать нельзя Но это награда, работа всего коллектива Коллектив справился, мы выполнили задачу И все вернулись домой А какие отношения внутри коллектива? То есть вот когда вы работаете Вы же должны очень четко понимать, кто с вами То есть это же степень доверия колоссальная Потому что от ошибки одного зависят жизни всех Вот наша бригада, наверное, этим отличается То, что самое большое достояние это люди И отношения у нас, я считаю, немножко другие складываются Чем в других войскных частях Они более доверительные Просьба командира выполняется как приказ И поэтому не требует дополнительного контроля А каждый командир знает, как он подготовит своих подчиненных личный состав Так он и выполнит задачу Они, личный состав доверяют ему Он доверяет им и надеются друг на друга Оружие Оружие Насколько хорошо сейчас наше оружие Наше оружие всегда было лучшим И остается лучшим Проблем нет И отказов не было Применяется согласно тактико-технических характеристик Я просто к чему Потому что очень часто бывает Что на поле боя бывают разные ситуации И когда смотришь, кто чье оружие берет И кто за чьим оружием охотится То понимаешь ему реальную цену Вот насколько мы высоко стоим в этой шкале? Я думаю, мы на самом верхнем уровне Потому что лучше еще не было В мире, наверное, оружие Такое, какое есть у нас на вооружении Эйфория в момент боя приходит? Конечно, она присутствует Но осознавание боя приходит уже потом Когда осмысливаешь, что делал, как делал Или как лучше было сделать То есть потом жесткий анализ? Ну, в голове он прокручивается Но самое главное, чтобы люди были целы Ну, и задачу выполнить, соответственно Я думаю, у нас это получается И как же такой молодой И уже с нашивкой Это за контузию? Да, конечно, ранение Ранение, да? Потому что там уже желтое и красное И когда идешь такой молодой, красивый И со звездой героя Павел, девчонки-то оборачиваются Смотрят Но смотрят так с боязнью Потому что такой молодой уже почетный житель Так что с ними особо не пококетничать? Ну, в принципе, да Еще не женат? Женат А, ну тогда уже и поздно кокетничать Конечно За что герой получил? За выполнение специальных задач А, да-да-да-да Где-то это я уже слышал Где-то слышал А как ты узнал о том, что тебе присвоили в зоне героя? Командир сообщил Пришел, поздравил Сказал, молодец, достоин Все А вручал кто? Владимир Владимирович Путин Волновался? Ну, были Была, конечно Доля волнения Но все равно По роду деятельности Все равно приходится Не волноваться То есть Спокойно вести себя Вот и все Как ты умудрился жениться Если ты никогда не волнуешься И тихо, спокойно все говоришь? Когда Путин вручал Путин что-то сказал? И это тоже секрет? Ну, может сказать так Останется между нами Но был удивлен, что Путин в курсе? Да Глубоко он знал вопрос? Да Глубоко Я ночью не спал К любому Я обязательно хотел что-то сказать И После того, как Владимир Владимирович Вручил награду Я попросил у него слова Он Да, конечно Было очень приятно С первого лица государства Сказать ему слова благодарности И заверить то, что мы готовы В дальнейшем выполнять Бои задачи И специальная задача Во имя великой Наши прекрасной Родины Спасибо вам большое Я понимаю, насколько для вас Непросто Говорить об этом Ну, во-первых, потому что Вы люди Находящиеся на действующей службе Это обозначает, что Большое количество ограничений Но Народ должен знать Кто его защищает Кто готов отдать свои жизни И что самое важное Выполнив боевую задачу Возвратиться домой живым Сохранив жизнь Веренных ему Военнослужащих Так что поздравляю вас С праздником, товарищи офицеры И старшины Спасибо На этой неделе в Россию С рабочими визитами Приезжали президент Венесуэлы Николас Мадуро И премьер-министр Греции Алексис Ципрос Мадуро фигура На мировом политическом ландшафте Не стандартно Однако это не повод Мешиваться во внутренние дела Венесуэлы Чего, к сожалению Упорно не понимают Американцы А греческий премьер Алексис Ципрос Один из Пророссийских лидеров Европы Что, правда, не избавило От неудобных тем Во время совместной Пресс-конференции С Владимиром Путиным Потому что в традиционно Хороших отношениях Россия и Греции Совсем недавно Был весьма непростой Период После Достаточно неожиданного Скандала С высылкой Российских дипломатов Из-за некой угрозы Их безопасности Москва Своей позиции Не изменила По этому вопросу Подчеркнул президент Но вот Афины Явно поняли Что не стоит Портить отношения С давним партнером Но отношения Венесуэлы с Россией Не может испортить Даже неприкрытое Желание Вашингтона Разрушить их Более того Свергнуть власть В Каракасе Перчатки сняли Пиджак сняли Но под ним Были еще теплые кофты На столах Лежали шапки-ушанки Гости из Венесуэлы Приехали в Россию В полной уверенности Что попадут на Северный полюс И при службе Российского президента Пришлось приложить Немало усилий Чтобы убедить Журналистов Не надо идти На встречу лидеров В пуховиках Один оператор Все-таки так и не снял шарф По итогам встречи с Путиным Венесуэльский президент Мадуро Записал горячее обращение С видами на центры Москвы Спасибо русскому народу Будем развиваться дальше Россия и Венесуэла Близки как никогда Вива Венесуэла О чем договорились президенты Детально неизвестно Но для Мадуро Важен и сам факт Этой встречи Венесуэла Находится в тяжелейшем Международном И экономическом положении Разумеется Мы осуждаем Любые действия Которые носят Явно террористический характер Покушение на президента Произошедшее прямо на параде Стало апофеозом Нестабильности в стране Инфляция в миллион процентов Демонстративное желание Руководства США Свергнуть власть Венесуэлы Мадуро Несмотря ни на что Выстоял и выстаивает Для России Ситуация в этой стране Безусловно очень важна Туда вложены Миллиардные инвестиции Об особых отношениях с Россией Вновь заявляет Руководство Греции Свои прямые включения Из Кремля Греческие журналисты Вели так Поставили стул на стол На стул Поставили ноутбук Вот и телевизионный эфир Ципрос пришел к залу Где должна была пройти встреча С Путиным Чуть раньше Чем Путин готов был его принять Пришлось постоять в дверях Страны восстанавливают отношения После скандала С высылкой российских дипломатов На совместной пресс-конференции Путин жестко И при этом не конфронтационно говорит Москва по-прежнему Не согласна с произошедшим Я с трудом себе представляю Что кто-то здравомыслящий И в Греции И в России Может подумать Что в России придет Какие-то поздние Против Греции Или какие-то Заговоры там планируют Это просто нонс Чушь и все Греция сейчас очень хочет Чтобы ветка турецкого потока Прошла через ее территорию И пытается балансировать Между отношениями с Москвой И Брюсселем Тему провокации В Черном море Конечно обсудили тоже Да и как не поговорить Про это Когда чуть ли не каждый день В эфирах европейских телеканалов Президент Порошенко Жалующийся на Путина К сожалению до сих пор Путин не ответил На мой запрос Прямого телефонного разговора В любом формате Двусторонним Нормандском С участием американских партнеров Для возможности объяснений Сколько раз он звонил Куда конкретно звонит Администрация президента Украины И что она в ответ слышала Существуют Существуют помощники Помощники президентов У которых есть каналы связи И передается По обычному телефону Иногда собственно Передается просто Предложение Осуществить телефонный разговор Такое предложение Иногда Находит понимание И тогда Пытаются просто Сопоставить графики Двух президентов Иногда не находит понимания Такого понимания Попытки Порошенко Поговорить с Путиным Видимо не найдут И в ближайшее время Мы продолжаем Слышать Жалобы президента Порошенко На то что Он не может До вас дозвониться Он жалуется Западным политикам Он жалуется Западным журналистам Может подскажете При каких условиях Этот разговор Может контактаться Дело ведь не в том Что я просто уклоняюсь И не хочу С Петром Алексеевичем Разговаривать Дело не в этом Дело в том Что я не хочу Принимать участие В его избирательной кампании А ведь что происходит На самом деле Петр Алексеевич Искусно создает Кризисные ситуации На самом деле Провокационные ситуации Первый шаг Второй Он тут же Перекладывает ответственность За содеянное На Россию И третий Он хочет тут же Продемонстрировать Что он успешно Решает возникшие проблемы Причем не по его вине Вот в чем все дело Вот нехитрая комбинация Я в этих комбинациях Не хочу принимать участие И не буду Вслед за французским телевидением Порошенко пошел в эфир Американской телекомпании Fox News Более важных разговоров В графике украинского президента Не так много А как думаете Владимир Если вот вы Пригласите президента Порошенко Пожаловаться на Путина И сказать все Что он думает о Путине В эфир Ну например Воскресного вечера Отличная идея Для этой цели Ему необходимо приехать в Россию Если президент Порошенко Отважится на такой смелый шаг Я с большим интересом Задам ему немало вопросов А на телемост отважится? Да на телемост он тоже не отважится Я же помню Как он бегал от вас И от наших съемочных групп Говорят что все это фейк ньюс Хотя в чем-то он прав Все что вылетает из уст Порошенко Является де-факто фейк ньюс Мне иногда кажется что этот человек Под страхом смертной казни Не способен сказать правду Павел Большое спасибо Такой была уходящая политическая неделя Планы на следующую Не менее насыщенные Столетие Со дня рождения Александра Солженицына На улице Александра Солженицына Откроют памятник писателю Ожидается участие в церемонии президента Путина Здесь на Таганке Расположен дом русского зарубежья Культурный центр В библиотечное собрание которого насчитывает более 130 тысяч томов И в создании которого участвовал сам Александр Солженицын На следующей неделе Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству Событие всегда яркое Инициативы от людей творчества поступают разные Со многими президент соглашается С некоторыми согласиться не может В прошлом году ему предлагали увеличить число народных артистов И он будет народный, и я буду народный Здрасте, приехал Когда-то мы где-то в Питере сидим И меня деятели культуры попросили сыграть Я выдающийся музыкант Я начал двумя пальцами играть Денис Подходил только Я выхожу Он сразу ко мне Он сразу почувствовал почерк большого мастера Он говорит Владимир Владимирович, это вы мурку играли? Я сознался я Знаете, когда Никита Сергеевич подписал кому-то народного Он говорит Никита Сергеевич, он еще не заслужен Он говорит Заслужит, будет заслуженным А пока пусть будет народным Конечно, вот таких вот вещей не должно быть В четверг в Ярославле Владимир Путин откроет год театра Там же, на Волге Президент посетит проекторию Этот форум уже помогает миллионам школьников По всей стране четко выбрать свою профессию А значит, во многом определить судьбу К Международному дню прав человека Приурочена церемония вручения премии За достижения в правозащитной деятельности Она проходит каждый год в декабре Два года назад в числе лауреатов была Елизавета Глинка Человек, который всю свою жизнь Посвятил спасению жизни и других Хрупкая и отважная доктор Лиза Вывозила детей из-под бомбежек Из-под обстрелов на Донбассе Спасла тысячи людей И погибла, когда снова летела на помощь в Сирию На следующей неделе у президента состоится Большой разговор с членами Совета По развитию гражданского общества И правам человека И внимание к этой встрече будет повышенным Несколько дней назад состав Совета Серьезно обновился Запланированная на следующую неделю Встреча президента с членами Совета По правам человека Пройдет уже без Людмилы Михайловны Алексеевой Она скончалась вчера На 92-м году жизни Людмила Михайловна Знаковая фигура в советском и российском Правозащитном движении Я выражаю соболезнования Родственникам, коллегам И всем нам Большая потеря для страны Редактор субтитров А.Семкин